Добрый день дорогие друзья, вы на канале Гольф Ломбар, с вами Игорь Иблонский. Сердечно поздравляю вас с Новым Годом, будем надеяться, что он будет лучше года ушедшего. Ну а мы с вами сегодня поговорим, как вы наверное догадались, об охране, немецкие Нах-Вехтеры так называемые, которые существовали и в принципе можно сказать, что существуют до настоящего времени. Но прежде давайте поговорим о некой такой преемственности, которая наблюдается в некоторых профессиях в Германии. Они это чтут, соблюдают. Ну допустим немецкие трубочисты до сих пор у нас ходят вот в такой вот одежде, в этих вот цилиндрах, в этой вот черной робе. Раньше вообще считалось, было так, чтобы стать трубочистом, нужно быть потомком трубочиста. То есть как минимум отец и по-моему даже дед должны быть трубочисты. Сейчас это отменили и в принципе каждый желающий может выучиться на него, обучившись три года. Но в любом случае они вот ходят в такой вот одежде и соблюдают свои традиции и обычаи. Вот это следующая профессия, это профессия циммерман. Это нечто вроде плотника, протоплотник. Занимается мелкой мебелью, изготавливает мебель и все. Они занимаются строительством домов, делают вот эти перетяжки на крыше и прочее. Но ходят тоже вот такой вот жилетки, такие большие пуговицы, шляпа, платочек. Очень охотно. Посох у них такой деревянный большой. Это так называемые циммерманы. Это вот такие вот профессии, которые свою преемственность на протяжении нескольких веков сохранили. Ну а теперь давайте к нашим нахвекторам, к нашим сторожам. Ну для этого надо представить, перенестись в такой средневековый город. Допустим возьмем за основу Бремен, как в этой песенке про бременских музыкантов. Вот наступает ночь, в средневековье. Знаете, что бандитизм был, разбой еще больше, чем в России. И вот на службу выходит такой вот старичок, как правило это бывший военный. Закрывает ворота города, объявляет об этом. Связка у него ключей, наиболее жизненно важный объект он тоже закрывает. И вот среди ночи своими башмачками по мостовой булыжной можно слышать его, значит, ходьбу своим посохом. Но это не посох, это нечто вроде нашего бердаша, который служил ему и оружием. Вот он осуществлял обход веренной ему территории. В зависимости от того, где он служил, где он жил и работал, зависело его жалование. Некоторые, кому везло, состояли в штате Ратуши, наравне с Бургомайстром. Вот, получали жалования от города официально. Это, будем говорить, те, кому повезло. В основном же это были необеспеченные, бедные люди, жалование которых было невысоко. И замыкалось рамками того, что коммуна решила, сколько-то денежек скидывались, и вот они сторожу этому давали. Ну, где-то он там жил и осуществлял, значит, свою деятельность. У него также были права, в принципе, он имел право подозрительных лиц останавливать, опрашивать их, может быть, спрашивать там какие-то документы, какие-то там разрешительные документы, которые позволяли им находиться в это время суток в городе, либо в этой части города. Всех, как мы видим, их объединяет одно, это вот этот вот бердаш, это фонарь, это обязательно, как мы видим, накидка, потому что в Германии всегда дождливо и холодно. Это обязательно рог, позже он сменился свистком, чтобы оповещать об опасности. Вот, и, значит, они, как я говорил, закрывали ворота замка, закрывали ворота города, закрывали наиболее жизненно важные объекты, осуществляли патрулирование, извещали людей о пожаре, если такой возникал. И что очень не менее важно, было очень тяжело с часами, да, и людям надо было рано вставать, все, он оповещал их о времени. В некоторых, если коммуна была более обеспечена, его обеспечивали часами. В то время это было целое, ну, если не состояние, то очень дорогая вещь. Ну, вот нахвей, в зависимости, как я сказал, от того, где у него свою службу, эти часы давали, и он, допустим, в полночь, там, в три часа извещал граждан периодически о том, сколько времени сейчас. Это своего рода и было, значит, доказательство того, что он не спит, потому что это был бич этой профессии, люди, как я сказал, как правило, были отставные военные, старенькие старички, и не прочь были где-то прикорнуть, поспать. Это нашло отражение также и в работах художников, старинных художников, которые отражались несколько картин, где, значит, задремавший ночной сторож сидит на, значит, в какой-то улочке, там, в каком-то местечке. Вот, и вообще, эта тема очень широко представлена. Вот здесь старинные почтовые карточки. Мы видим, вот он, прошедшая почту. Вот, более поздние они, об этом мы поговорим. Но вот, в классическом понимании, вот он идет, бердышом по маленькой средневековой улочке, своими деревянными башмачками, с фонарем, и извещает жителей города о том, что, как помните, в старом мультфильме, в каком-то детском фильме было, почему я дожил до 100 лет, потому что я всегда говорил, в Багдаде все спокойно. Это был другой регион, это была где-то Азия, но, тем не менее, это тоже был какой-то ночной сторож. Но, где-то в 18 веке тучи над ними начали сгущаться, и основой того, что их, будем говорить, институт как таковой охранный упразднили, частично кого-то переняли в полицию, частично кого-то убрали, послужило то, что шеф берлинской полиции написал большую докладную записку, Сенат, и она существует, действительно, о том, что служба их является нецелесообразной, это была очень жесткая такая записка, он их обзывал, там, эти некудышные старички, которые спят, которые со своим свистком не то, что предупреждают о опасности, а больше предупреждают преступников о том, что где и как они находятся, о том, что они кричат, выкрикивают вот это время, либо какие-то присказки, прибаутки, это имело, такое вот, носило немного театрализованное форму, и в зависимости от региона, в Мюнхене, это или в Гамбурге, у них были свои шпрухи, по-немецки там кричали, люди, разрешите вам сказать и слушайте, что я говорю, вот, то этим они не то, что предостерегают воров, а наоборот, им помогают, и что, как я сказал, в основном это старые люди, он там пишет, что, в общем-то, служба их неэффективна, и это необходимо заменять на патрулирование, на жандармерию, на полицию и все прочее, и будем говорить, начало где-то в 1900-х годах, вот это последнее здесь вот, в конце 19-го, в начале 20-го века, вот это уже более другой так, униформе, все, но тем не менее, это тоже нахвехтеры, их упразднили, частично кого-то перенят, кто был более помоложе в полицию, все, а вот этот институт вот ночных нахвехтеров, в принципе, можно сказать, он сохранился до нынешних времен, и почему я эту передачу поставил, и решил вам об этом рассказать, кстати, вот здесь часы, одно я забыл, вам показать одного из нахвехтеров, которое коммуна ему подарила, вот они еще на заводочке, с ключом заводятся, старый, вот он был поощрен, и по ним сообщал им время, значит, до сих пор, и сейчас, в городах, в некоторых городах, особенно в старых частях города, каждый город, вы знаете, сейчас у нас делится на новую часть, на новую, на старую часть, вот, можно встретить вот таких вот, ну, если не комешных людей, то интересно, вот таких вот одетых, которые не то, что по одному, а даже группами ходят, что-то там говорят, выкрикивают, все, то есть, это сейчас просто некая традиция, некоторые бюро путешествий, которые, чтобы заманить, значит, туристов, предлагают вот такого вида, значит, не аттракцион, а будем говорить, в ночное время предлагают вам, вместе с нахвехтером, пройти по старой части города, я это делал, как, в принципе, впечатляет, так интересно, он проходит, вот идешь с ним, этим фонарем выкрикивает, там показывает, что-то рассказывает, какие-то вот эти вот легенды, которые сохранились с тех времен, вот, но сейчас это носит непроизводственный характер, их охранная функция полностью сейчас перенята полицией и охранными, зихерхайздинс, охранными фирмами, все, они больше такие вот, как бы, некий атрибут старого города сохранились. Существует на сегодняшний момент эфербанд общества немецких, нахвехтеров, которые вошли в такую гильдию, будем говорить, вот, существует европейская гильдия, нахвехтеров, куда входит и Польша, и Чехословакия, Франция, Германия, значит, Голландия, по-моему, Норвегия и скандинавских стран, Дания обязательно входит туда, вот, их вот такое вот некое объединение, и они вот, эти традиции бледут, и в Ютубе можно посмотреть фильмы, где вот они, значит, и в последнее время, как я уже сказал, это носит более такой развернутый характер, все больше, может быть, это отчасти объясняется тем, что уличная преступность возросла, и они в какой-то степени вносят свою лепту в охрану общественного порядка, вот, может быть, это больше дань традиции, но, тем не менее, применительно к нашей теме, применительно к нашему каналу, можно сказать, что именно этот раздел, именно этот раздел, именно этот предметно-тематический ряд сейчас переживает некоторый такой всплеск, некоторый такой бум, то есть, это именно тот случай, когда я вам говорил, что это, значит, дань моде, вот сейчас модно, и сейчас, если вы заметили, в Ибеи даже, как индикатор, купить вот такую вот фигурку, такую Хольц-фигурку, старую или новую, по дешевой цене, в принципе, очень сложно, потому что их охотно выкупают, или люди состоят в этом феррайне, или там рядом плавающие, или просто кто хочет их собирать, раньше это так не было, сейчас вот некий всплеск, то есть, сейчас лучше их продавать, чем покупать. Ну, здесь вот маленькая такая подборочка, все они зависят от того, кем они сделаны, из чего они сделаны, наиболее дешевые, это Линденхольц, это Липа, самые более дорогие, из более дорогих пород дерева, вот здесь есть фирменные, в Deutsche Marker, вот этот вот стоил порядка 500 евро, можно включить, фонарь у него вот будет светиться, все вон в цвете есть, вот есть металлический, здесь у него чуть-чуть другая шляпа, это не немецкий вариант, это, наверное, Нахвехтер, с Франции, или откуда-то, с другого региона, с пивной кружкой, вообще про них такое слово, что, как бы, не прочь были они выпить, вот, и в зависимости от того, какой регион они охраняли, значит, если это был какой-то пивоварня, им ставили, он имел право подойти, своей кружечкой, которая у него здесь была, зачеркнуть, выпить, если это было, допустим, другое, как вы видели, шнапс, там другие горячительные напитки, он имел право там, значит, выпить, ну вот, существовали такие вот часы, более позднее время потом, чтобы они не филонили, когда районы становили все больше и больше, как доказательство того, что он несет свою службу, там были такие часы с дырочками, он подходил и в определенное время бумажечку скручивал и вставлял туда, утром полицейский проезжал, смотрел, все ли дырочки в часах заполнены, правильно ли он, и своевременно ли нес он свою службу, то есть такое очень интересное направление, очень это, вот у меня тут такая вот некая подборочка, как мы видим с открытками, с часами, вот, считал нужным с вами об этом поговорить, вам об этом рассказать, большое спасибо, что прослушали, оставайтесь с нами, будет в этом году много интересного, будем с вами, несмотря на все сложности нашей жизни, на всю эту пандемию, мы будем стараться развиваться и двигаться вперед, спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok